привет всем сегодня на даче у нас тепло буду заниматься обработкой виктории все листики обрежу вот сейчас просто у меня здесь закрыто вот здесь уже смотрите чесночок сходит веточками на зиму укрывала все буду убирать немножко подрыхлю в общем займусь вот так это пока все выглядит неприглядно и некрасиво а с этой стороны уже сходят тюльпанчики какие уже большие в общем работы до фигище а с обратной стороны тоже вот лучок скоро будем здесь зелень уже хочется хочется видите какой-то батон ну и сегодня может быть что-нибудь посею лук на зелень есть планы сегодня если успею посеять еще хочу может быть грядочки под морковь подготовить вот так все по мелочам и уборкой территории надо заняться такие планы на даче еще просили показать виноград как его на зиму мы сохраняем видите вот такая траншея закрыта дощечками но сверху еще мы закрываем пленкой и набрасываем ветки пленку уже убрали чтобы как бы воздух поступал и у нас не гнило вот так выглядит а кирпичики положили чтобы тут доходить земля мокрая немножко по ним подпрыгаем вот а потом уже как теплее будет температура дощечки убираем лазу поднимаем а потом в процессе я покажу как мы ее складывали потому что я не показывала а просили показать решила сегодня посеять морковь покажу способ как я сею я всегда семена сею в траншеи вот такие делаю траншеи туда поливаю сразу немножко присыпала песок и в этом году сделала такой эксперимент вот это вот сделала первый раз морковь накрутила в салфетки вот так чтобы было видно и сею это очень удобно конечно с этим немного нужно повозиться но тем не менее прекрасно как редисочку раз бросаешь и все какая будет схожесть я не знаю посмотрим если мне это понравится то буду всегда крутить вот так морковь потому что я всегда тоже покупала с гранулами либо в ленте морковь семена плохо всходят схожесть не очень поэтому решила сама вот так вот сделать конечно же это увидела в интернете попробовать в общем разбрасываю морковь так вот эту я уже засеяла и я знаете не просто вот так вот засыпаю землю смешала с песком и не придавливаю ничего просто побольше земли и все и так она у меня будет расти я в том году тоже также сеяла и очень быстро зашла морковь и чем удобно в бороздки садить тогда морковь растет и она уже так не рогатая а плоды ровненькие получаются и хорошие и потом уже вот это вот землю вот так вот буду как бы подрыхлять морковь и сюда вот поливать когда ее поливаешь не под корень тогда она ровненькая у меня сорт самсон еще есть несколько сортов это вот я просто пораньше и и решила посеять что она у меня закрученная вот про морковь все в общем работы огромные проделаны но еще не до конца участок от всей листвы очистили покажу что с викторию вот эту викторию я пересаживала конце августа она еще молодая а сейчас я ее просто листики растут больные какие-то корявые листочки я удалила ножницами обрезала и вот так вот насыпала опилки и еще хвоей немножко сухой хвоей насыпала и зеленая хвоя тоже есть она у меня подсушится потом я еще больше вектории под викторию насыплю хвоя она очень хорошо почву беззараживает обновляет ее у смородины вот два больших куста старые верхушки по обчитали и срезали ветки старые аккуратненько стала а вот вот здесь вот видите перекопали вот эту вот площадку здесь тоже виктория была но она тоже как бы старая вся и и уже можно сказать ягоды крупные но мало и посеяла немного сидерата в белой горчице зайдет не зайдет не знаю первый раз занимаюсь сидератами решила попробовать молодая снародина уже хорошо растет я молодые цветовки кушки по обрезала а зачем затем чтобы больше ягод формировалась у них тоже весь обрезала вообще крыжовник рекомендуется обрезать потому что все когда старые ветки на нем удалять тогда он а мало омолаживается и больше ягод это я уже проверила в лесу вот эти цветы я так думаю что это стародубки или не стародубки кто знает может быть скажете я знаю что желтые цветут стародубки но мне кажется немного по-другому выглядят вот воткнула и сюда так как бы ранее вот грядочку скопала под морковь еще буду много моркови едим потому что полезно вкус хочется побольше посадить ее знаете что я нашла в интернете вычитала что шафраны вот у меня много было посажено сухие когда я их даже и выдирать не стала специально сохранила немножко размягчила лопатой и и хорошо как в траншеи для помидоров насыпать и помидоры вот в эту всю смесь сажать так хочу попробовать потому что они тоже как бы почву обезвреживают отпугают вредителей ручки эксперимент за экспериментом ну все на этом пожалуй все сегодня заканчиваю обзорчик такой удачный пока пока